Добрый вечер, уважаемые посетители портала! В студии Улправда.ру сегодня яркие фигуры, авторитетные эксперты спортивной жизни Ульяновской области. И собрались мы для того, чтобы не умалчивая проблему, поговорить о будущем спорта в регионе. Тема невероятно сложная, коллеги СМИ пространства всячески привлекают к ней внимание, попытаемся и мы сегодня поговорить о ней конструктивно. Итак, сегодня за круглым столом Сергей Геннадьевич Осипов, президент Федерации хоккея на траве Ульяновской области. Евгений Васильевич Головихин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, профессор. Олег Анатольевич Калмыков, президент Олимпийского совета Ульяновской области. И Павел Иванович Завьялов, исполнительный директор велоспорта Ульяновской области, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская и юношеская спортивная школа ВОГА. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, дорогие мужчины. Надеемся, что беседа будет конструктивной. Итак, на недавнем совещании губернатор сделал замечание министру спорта Кузьмину, после чего последовала отставка министра. Отставка через повышение. Как вы думаете, по каким причинам это произошло? В хором будем отвечать или по одиночке? Берите инициативу свою. Ну да, самые громогласные они обычно всегда впереди. Бегут, одна беда, первые гибнут. Но я не боюсь. Действительно, проблемы в спорте назревали, назревали, назревали. И губернатор несколько раз пенял нашему министру. И нам кажется, что он принял мудрое решение. Тем более, что накануне, буквально, я не помню, по-моему, это было в четверг или пятницу, мы собирались на очень большое расширенное заседание Олимпийского совета, где единогласно приняли решение обратиться к губернатору с предложением реформировать министерство, в том числе кадровое. И поэтому губернатор сработал на опережении. Как бы он и на поводу у нас не пошел, но почему-то вот то ли почувствовал, то ли, может быть, как-то другими какими-то флюидами он подпитался. На мой взгляд, у Сергея Кузьмина есть море достоинств, которые он должен реализовывать на другом поприще, но не в спорте. Я не хочу его обидеть, собственно говоря, это не лично мое мнение, это мнение очень большого количества людей. И этот талант, он пусть где-то процветает на комсомольском молодежной, может быть, на шоу. У него это реально хорошо получается. Но как спортивный деятель, ну, не знаю, как-то вот не получилось. Три года, ну, не считай, прожили. Ну, сказать зря, это будет совсем пассивно. Ну, скажем так, не очень продуктивно. Поэтому, с моей стороны, больших сожалений нет. Остается пожелать ему дальнейших успехов, но уже на новом поприще. Сейчас идет прием заявлений на замещение должности министра спорта Ульяновской области. Скажите, уважаемые спортсмены, известны ли вам те фамилии, которые претендуют на эту должность? Правда. Десять дней принимайте. Ну, чтобы вот известных вот как бы нет, но вот хотелось бы просто-напросто даже вот здесь с присутствующими пообсуждать это. Допустим, например, каким должен быть, на ваш взгляд, министр? Или какое должно быть ведомство само по себе, по структуре и так далее? Потому что многие уже пережили года в этом направлении и знают изнутри проблемы. И как бы эти проблемы, ну, можно вот сейчас вот с вами порассуждать, так же поактивно, поштурмовать, так скажем, и порекомендовать, может быть, в будущем к министерству, что ли, к будущему и к ведомству к этому. Ну, зацеплюсь в таком случае за вашу же формулировку, Сергей Геннадьевич. Каким должно быть министерство? Именно министерство. Именно министерство. Ну, скажу так, что это самое главное в министерстве, вообще в любой структуре, это уметь слушать людей и слышать людей. Вот самое главное, это знать проблему изнутри, знать проблему снизов, пройти ее от, скажем так, от прихода в секцию и уже, скажем так, уже дома. Проще говоря, быть профессионалом. Ну, быть профессионалом, либо любителем с таким... Не надо любителей. Ну, почему не надо? Любители нужны всегда, как бы на них, в принципе, и во многом держатся, в том числе и в отрасли. Вы знаете, я, если можно так, да, попикироваться, не хотел бы, чтобы мной руководил любитель. Я этому жизнь отдал, извините. Я 12-летним мальчиком пришел в секцию, я с 18 лет начал работать тренером, и чтобы мне вел меня по жизни любитель, это немножко меня унизит и оскорбит. В плане спорта есть профессиональный, любительский, однозначно, да, но я хочу, чтобы был человек, а, профессиональным, б, горячим, экстравагантным, энергичным, чтобы он слышал, и самое главное, чтобы он знал всю структуру. Олег Анатольевич, вы меня не поняли, я хотел сказать о любителе, как о члене этого общества. А, любить это дело, ну это же само собой. То есть, как бы, и вот это общество, вот я тоже хотел бы вернуться к такому органу, как общественный совет. Ведь слушать людей надо не только те, которые на тебя работают, а те, кто именно из этого представляет определенные некоммерческие организации, определенные общественные организации. Вот в данный момент, ну если посмотреть состав общественного совета, то во многом он состоит, общественный совет Минспорта, он состоит из тех людей, которые, так скажем, руководят подведственными учреждениями, либо там школами. А в минимуме, да, уважаемые там люди, без вопросов, но они работают, как бы, скажем, на зарплату. То есть, чему мешает эта зарплата? Ну не то, что мешает зарплата, но вы сами понимаете, что человек, который работает на структуру... Я прошу вас быть прямолинейнее. Человек работает, я говорю прямо, человек, который работает на структуру, он, естественно, будет где-то побаивать что-то сказать. Ну скажи проще, ну как может подчиненный перечить начальнику? Ну очень трудно здесь, так сказать, выкрутиться и быть искренним. Потому что подведственные учреждения не есть общественность, это прямое подчинение. Показываешь зубы, лишаешь зарплату. Собственно говоря, после... И работы. Ну и работы это естественно, да. После совещания, о котором я уже сказала, Назир Шамсудинов на одной из встреч с нашими коллегами на другом портале сказал, что спортсмены объединились сейчас, чтобы помочь региону решить проблемы. Они создали сообщество, это так? Кто входит в это сообщество? Ну вы знаете, давайте фамильную не буду говорить, потому что, как говорил дедушка Ленин, борись за самовыщихся, чтобы их не оттолкнуть. Но действительно у нас, наверное, впервые образовалась вот такая общественная инициативная команда, которая говорит, не важно в принципе фамилия того министра, лишь бы он был наш. И мы декларируем одни и те же принципы, одни и те же структуры. У нас входит, я сегодня насчитал, порядка 12-15 федераций, которые не побоялись обратиться к губернатору с конкретным предложением, назначить конкретного человека на должность. Я правильно понимаю, президенты этих федераций входят в общественный совет или нет? Нет, не в сфере. Вот в это сообщество? В сообщество, да, конечно. Но если человек подписывает бумагу, значит он уже, понятно, что он не кровью расписывается, но он уже говорит мнение не себя лично, а тех людей, которые за ним. Если это федерация велоспорта, то за Павловым есть десятки тренеров, за десятками тренеров есть сотни мальчишек, понимаете? И так, значит, эта вот пирамидочка собирается, собирается, и мы пришли к одному, что у нас есть сообщество, которое выдвигает пожелания, ну я бы не хотел сказать требования, но как бы мягко есть пожелания будущего министра. Мы надеемся быть услышанными. То есть получается, что миссия сообщества готовить пакет рекомендаций для министерства. Вы каким-то образом документализируете это или нет? Как-то ваши чаяния и ожидания обретают официальный характер более весомым? Да. Честно. Да. Или это диалог? Нет, нет, нет. У нас мы пошуметь мастера, но протоколы мы научились писать, и считаю, что это тоже очень важная часть даже общественной работы. Поговорили, поговорили, пошумели, пошумели, но потом мы проголосовали, дали резолюцию, ее подписали. Мы ее отправляем губернатору, министру. Ну, как правило, у нас рождается документ. Завтра у нас будет расширенное заседание президиума Олимпийского совета. Кстати, совершенно двери открыты. Можно прийти абсолютно любому человеку, которого болит душа за спорт. И он будет услышан. И журналистов тоже придется. И что на повестке? На повестке поручения губернатора выработка предложений по совершенствованию работы в развитии базовых олимпийских видов спорта. Мы уже там, по-моему, 7-8 пунктов у нас в Чернове уже есть. Поэтому завтра мы послушаем еще дополнение, внесем. И положим на стол. Губернатор сказал, что хочет с нами встретиться в четверг. Мы надеемся, документы мы дадим и будем желать его реализации. 7-8 пунктов. Какие из них содержат ту базу, которой не было при работе ни по нынешнему? А почему вы ко мне спрашиваете? У нас есть иотрудные люди, они же у меня и меня. Умные люди, я обращаюсь ко всем. Я считаю, что есть ключевые показатели эффективности работы. Они определены должностными инструкциями, которым подчиняется любой работник. И эти показатели определяются качественно. Их можно потрогать, ощутить и создать. Если человек в этой сфере работает и соответствует показателям, которые от него хотят, и он их выполняет, какие к нему могут быть претензии. Значит, происходит что-то, что действительно какие-то нужны вопросы. Еще 12 лет назад я предлагал схему государственного частного партнерства, которого еще не было сегодня как юридической формы взаимодействия. И очень успешно мы в заложном районе все это начали реализовывать. Ну, произошло ряд событий, и что я уехал работать в другой регион, где эту схему мы запустили. И на сегодня эта схема дает свои результаты. То есть мы выстроили систему подготовки спортсменов. Она не тайна, это не секрет, это все откуда. Через проекты, через программы региона все это успешно. И уже имеем своих доморощенных с нуля чемпионов мира впервые в истории российского и советского спорта. Имеем свои перспективы, имеем свои позиции, участвуем в правительственных грандах. Все у нас получается, все успешно, благополучно, динамично и позитивно. Но жаль не на нашей территории. И, наверное, очень хорошие базы. Евгений Васильевич, в Ульяновске есть тот потенциал, который способен реализовать вот эти механизмы, которые вы считаете успешными? В свое время Сергей Иванович Морозов задал очень хороший вопрос. Вот я до сих пор восторгаюсь. Как можно, не затрачивая бюджетных денег, улучшить качество спорта, имея в виду массовый спорт, резерв и спорт высших достижений? Вопрос был задан, он повис в воздухе, я не знаю, получил на него ответ или нет, но я об этом как бы задумался. Есть такое понятие, как административный ресурс. То есть, если мы хотим говорить о системе и о создании специальной среды, в которой будут взращиваться дети, массовость, государственный контроль, учет результатов, ценность результата и ценность тех людей, которые эти результаты создают с должной оценкой в прессе, в пиаре и с поддержкой администрации, ну и в зарплате, конечно, как конечный итог, то сложится целая система и среда. Есть огромный потенциал. Я когда приезжаю, с удовольствием встречаюсь с тренерами, которые работают здесь уже 30 лет с лишним, я с ними вырос вместе, которые болеют душой, которые, главное, хотят работать, умеют работать, знают, как работать. И им нужно создать вот те условия, в которых они реализуются. Чего недостаточно, чего не хватает для того, чтобы эти условия? Кадры, профессионалы, это инфраструктура, там как бы надо просматривать сразу. Первое – кадровый ресурс, второе – инвентарь, база и материальное обеспечение, третье – это финансирование. И там где-то 8 таких основных пунктов, которые создают вот эту систему и среду. То есть наверняка есть программа развития спорта в Ульяновской области. Есть программа развития спорта в Ульяновской области? Каждый вид. Каждый вид отдельно имеет свою программу. Так что это не секрет, ни для кого программы доставляются. Доставляются на все еще обозрение, на обсуждение. И они корректируются в какое-то время. Так что программа всегда есть по-разному. И мы соприкасаемся и с другими видами. Берем что-то полезное в других видах. Так что всегда программа улучшается. Одна из частей, скажем, по аккредитации федерации. То есть федерация должна иметь программу на 4-5 лет. И любая федерация не получит аккредитацию, пока нет этой программы. Я думаю, Диана спросила не про федерацию, а про самое спортивное ведомство. Ну, знаете, оно стандартное. Оно как устав любой коммерческой или некоммерческой организации. Ты просто вписываешь свое название, набор фраз в принципе. Да, есть ли стратегия? А, вот секунду. Я говорю, программа есть. Но под программой еще правильно должно быть стратегическое направление. Мы можем декларировать одно, написать и очень красиво оформить. Но туда ни разу не заглядывать и идти в совершенно другую сторону. Что мы, кстати, и видим, о чем мы говорим. Что мы декларируем одни ценности, а делаем совершенно другое. Если мы говорим от массовости к олимпийскому чемпиону, а как-то деньги направляются, ну, как-то за фестивали ли мы, что ли, с лишнего, то тогда что, мы же декларируем одно, а деньги тратим на другое. Так не бывает. И, опять же, по правилу Парета 80 на 20 не надо забывать. 80 все-таки базис, а 20 рекламы и фестивали должны быть, но не наоборот. Поэтому программа есть, но как она реализуется? Поэтому сейчас действительно стоит вопрос, мы должны четко прописать несколько пунктов, которые будем четко выполнять. И вот та группа, о которой вы говорите, она есть у ее видение. Правильно? У нас есть видение. Олег Анатольевич, а вы не боитесь стать теми прозаседавшимися, которые будут собираться, сочинять документы, стратегии пунктов? Извините, вот вы знаете, да, Олег Анатольевич, он еще ни разу не ошибся ни в одном прогнозе. Я еще помню, когда во времена Шаманова стоял вопрос, самый яркий пример, я всегда его привожу. Напомнить. По строительству Ледового дворца, который был, наверное, нужен, но не настолько актуален. И если мы на то время построили дворец единоборств, причем в приоритете направленный на олимпизм, и в этом направлении работать, конечно, на олимпизм, это государственная политика, это социально значимо, это важная и другая перспектива. Спорт дает другие возможности, а с этими возможностями у людей возникает другая жизнь. Мне очень приятно, вы, кстати, если это интересно, позволите, это действительно был ноябрьский такой день, ветер, слякотность такая, и мы стоим в таком составе, на том месте, где сейчас Аквамол. Аквамол. И там губернатор Шаманов, мэр Романенко, Лазарев, как руководитель областного спортивного ведомства, я, как ваш слуга, значит, городским советом заведовал, там кто-то были строители, ну и Шаманов спрашивает, ну что, будет здесь Ледовый дворец? Хорошая идея? Да, 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 да. До меня доходит, я говорю, нет. Почему? Я говорю, сначала люди умные строят дворец спорта, который заточен под много-много-много видов спорта, а потом уже узкую специализацию дают. Я не пророк, но на том месте, где запланировался, и, кстати, он был каким-то образом даже сделан ледовый, да, помните, даже холодильные установки ставили, все-таки расцвел Тошана, или как это называется у нас, Аквамол, что-то такое торговое. А Ледового-то не случилось там. Поэтому, конечно, значит, это мы виноваты, я считаю. И кто против хоккей с мячом? Разве есть? Да нет, конечно. Мы сами восторгаемся, когда наши парни там рубятся за победу аплодированием. Не переплатили ли мы за это? Я не знаю. Я за то, чтобы у нас был дворец, который могло 25 видов проводить минимум чемпионат страны. Убрали ковры, поставили теннисные столы, убрали теннисные столы, поставили баскетбольные щиты, убрали баскетбольные щиты. Сетку натяните, и все люди приедут к нам, будут жить в наших гостиницах, есть нашу колбасу, пить нашу волжанку, везут нам денег. Спасибо, Олег Анатольевич. Говоря о высоких достижениях, Павел Иванович, позвольте задать вопрос вам. Вы – та фигура, на которой замыкается все, что связано с велоспортом в нашем регионе, вплоть до набирающего популярность маунтинбайка. У меня такой вопрос. Вы готовите специалистов очень высокого уровня, но в большинстве случаев вы их теряете. Они уезжают. Что вы можете сказать на этот счет? Ну, скорее всего, мы их не теряем. Ну, и теряем тоже. Но мы стараемся поддерживать спортсмена, любого спортсмена, ну, и также и тренера. Не секрет, что все ребята, которые завязывают со спортом, прямой такой спортивный термин, они заканчивают какое-то учебное заведение, то есть становятся классными специалистами, и они куда-то уезжают. У нас есть, в нашей федерации есть много таких примеров, которые… Вот на данный момент, конечно, спортсмены уезжают. Сейчас у нас молодая перспективная спортсменка Елена Бойко выступает за Санкт-Петербург. Роман Шишминцев сейчас самый сильный юниор, но он готов и с мужиками побороться такой. Он выступает за Московскую область. Если немножко истории, это Коправов Никита, который выступал за Москву только под московским флагом и въехал в команду Катюша, как вы знаете… Почему они не выступают под ульяновским флагом? Ну, я всегда так. И хороший пример Дима Мокров. Это все мои воспитанники вот эти вот такие ребята достаточно перспективные. Дима Мокров уехал у нас учиться в Санкт-Петербург. И я всегда говорю о том, что нам… Не то, что нам не хватает мозгов. Именно они у нас присутствуют, у нашего педагогического коллектива. Есть и программы, есть уже опыт, на котором мы уже неоднократно запинались. Где-то были ошибки, где-то какие-то… Как и все, скорее всего, тренерский коллектив, любой так. Но именно финансовые предпосылки у нас, наше финансирование всегда становится меньше, меньше, меньше и меньше. На данный момент у нас Валентина Нестерова, она рвется в сборную страны. И она уже там добилась, она на чемпионат страны заехала пятой в групповой гонке в Майклопе. Набрала большое количество очков. И ей не хватает элементарных денег. И на данный момент мы Валентину уже запараллелили с Санкт-Петербургом. Сейчас делаем договор, потому что деньги у нас уже закончились. Сезон, как мы знаем, еще не закончился. Один из самых популярных видов спорта в Европе. Вы видите, сейчас идет Тор-де-Франс, все смотрят его, там многим нравится. И по количеству болельщиков, вот здесь вот хотелось бы обратить внимание, нашего будущего министра, будущего министерства, что это очень медаль-емкий вид. И те страны, которые в него, вот вообще они хотят выиграть. Олимпийские игры у нас развивают, легкую атлетику, плавание, велоспорт. На данный момент прибавляется еще медаль на треке, это гонка Медисон прибавляется. Мы видим, что у нас и перспективы у нашего ульяновского спорта есть. Но вот хотелось бы, чтобы наше министерство на данный момент увидело вот это стремление. Опять же, Олег Анатольевич говорил о том, что деньги приедут сюда. И они приедут в Ульяновск. А именно в Ульяновске. И сейчас на данный момент есть Федерация велоспорта одна, как сказать, небольшая. Пока она, так сказать, несколько, группировка, можно так сказать, активных тренеров, которые даже приехать хотят в Ульяновск поработать над тем вопросом, что у нас будет велосипедный центр в России. На данный момент озвучили сейчас в Федерации разговор, что один из центров сделается в Севастополе, второй центр в Ульяновске. Если это пройдет, то да, мы увидим поддержку нашего министерства, то тогда мы увидим этот центр у нас в Ульяновске. А предпосылки у нас есть. Очень хочется надеяться. Но, к сожалению, теряем спортсменов. Ну, не только спортсменов, еще и тренеров. Евгений Васильевич, вот прям личный вопрос, правда. Вы знаете, что мне очень больно. Я не могу отдать своих пацанов вам. Сына дадите. Сына. Тут достойный есть человечище. Надеюсь, да. Тем не менее, возможно ли у Ульяновске та среда, которая с подвигом у вас вернулась и продолжить вашу спортивную карьеру, вашу тренерскую работу здесь? Я сейчас завязан на проектах, на программах на Токио 2020 по Хмалу-югре. Что? Сейчас все расскажу. 2020, 2020 год. Токио. Олимпийские игры и паралимпийские игры. Переехав туда, в Хмалу-югру и став директором филиала Центра спортивной подготовки сборных команд в Хмалу-югре в летних управлениях, мы сумели подготовить три участника Олимпийских играх. Город 300 тысяч населения. То есть это, кто понимает, что такое Олимпиада, как туда отобраться, и три участника, это серьезно. В 2016 году не получилось. На 2020 год, лично моих, я планирую два участника. Лично моих, с кем я работал, в том числе и наша Ульяновская земля. В этом году у него все позитивно. Забрали его отсюда? Я забрал, потому что стоило, прописал. Ну, параллельно оставили, нет? Нет. Зря. Параллельный зачет. Пусть поуступает, но пусть вернется сюда. Пусть здесь детей-то поражает нам, а? Спортивную генетику немножечко приподнимут. Почему зажгли мост? Обрубили его. Я ни в коем случае не обрубал мост. И когда мне человек сказал, потому что не буду называть имя, отчество, тебя Бог наказал слепым сыном за то, что ты нам легкотлетику в Заволжском районе разваливаешь. Уж после этого понятно, что за человеком, что это за уровень. Я вот лично готов был эту легкотлетику развивать. Мой первый тренер Борис Иванович Ястребов, царство ему небесное, он как специалист был, конечно, слабый, но как педагог, как человек, это глыба. И вот он, конечно, вложил в меня вот это желание работать с тренером. Дальше все было гораздо сложнее. Я начал вникать во все тонкости. И когда я понял, что большинство специалистов даже понятия не имеют, что они делают, почему они делают, для чего они делают, и дико с ними общаться, они не могут объяснить, почему они дают там 10 повторений, а не 20, почему там минуту, а не 2 нагрузочного компонента, почему там в таком сочетании вот такие нагрузки дают, и в чем прелесть. Вот недавно проводил встречу, беседу со всеми желающими. Пришло довольно-таки много народа, и были тренеры-специалисты. И, так скажем, такие вопросы задавали, которые, ну, для тренера, что такое ЧСС, например, и не знать, это как кирпич для строителей, это ужас. Но, к сожалению, это присутствует. Поэтому, конечно, кадровый вопрос, он один из основных. Ну, а тут очень серьезен вопрос менеджмента. То есть, менеджер, вот не просто так работают в топовых компаниях, Роснефть и прочие топ-менеджеры, которые владеют и языком, и культурными связями, и знаниями высших специальностей по разным направлениям. И туда простого человека, в плане непрофессионал не возьмут. Тут такой же уровень, уровень менеджмента. И этот человек должен этими качествами обладать. Что первичнее? Спортсмен или менеджер? Спортсмен. Результат. Вот всегда спортивный результат. Это был такой у нас ученый. Его отправили в Америку за то, что он в советское время просчитал и вывел формулу, как влияет олимпийский результат на количество занимающихся. И оказалось, что один спортивный результат приводит в спорт до 5 миллионов заинтересованных лиц. То есть 5 миллионов лиц в среднем на слуху, на оценки, на анализы. И уже имеют в своем активе знания об этом виде спорта и о стремлениях. Потому что любая звезда спорта... Звезда своим сиянием освещает дорогу другим. И, конечно, нам продолжают очень дико слышать, когда, ну зачем нам олимпионики, давайте массухой заниматься. Это может только дилетант из дилетантов сказать. Пирамида не может быть без основания, как если у нее нет вершины, то это уже не пирамида, а четырехугольник. Одно без другого не может быть. Чем больше массовых мальчишек, девчонок и секций, тем больше вероятность выше поднимется звезда. Но чем ярче будет звезда, тем она больше светом озарит. И не понимать это просто даже преступно. И, кстати, к сожалению, в наших кругах есть такие. Говорят, а, нам не надо, мы вот тут вот где-то. Вот пробежали там на лужах, сбегали. И я сейчас хочу еще сказать, даже в какую камеру сказать это, да? Вот этот жупел, который мы называем массовый спорт, массовый спорт. Я вам отвечаю, что 90% не знают, что такое понятие массовый спорт. Почитайте учебник, там четко написано, что понятие массовый спорт – это система, позволяющая с определенной долей регулярностью заниматься физическими упражнениями граждан с целью укрепления здоровья. И мы говорим, легкая атлетическая эстафета – это физкультура. Нет, это нет. Это классное мероприятие. Это отличная рекламная акция вида спорта или еще чего-то. Но это не показатель массовости. Да, она сама по себе массовая. Там несколько тысяч человек побежали. Какова регулярность? Раз в год. А вот количество людей, которые в фитнес-ликлуб, в спортивную или школу, в спортивную секцию, но ходят два-три раза в неделю, вот они как раз дают показатель массовой физкультуры. И когда статистика пишет, у нас вот столько-то процентов занимается массовой физкультурой, она очень, если ласково сказать, лукавит. Потому что, все-таки, как ни крути, практически половина населения у нас живет в Ульяновской области, в сельской местности, и в какой-то деревне есть активный парень, который футбол поиграл, галочка, волейбол, да, уже два человека, лихоатлетическое три, проплыл четыре, и вот один ребенок дал тебе пять очков. И район отчитывается, у меня пять физкультурников. А на самом деле, это один Вовка бегал, прыгал. Понимаете? То есть, это немножко подмена понятий. Опять я на себя микрофон, да, значит, оттянул. Да, ну, если вы говорили про звезды, одна у нас на самом деле олимпийский чемпион или кто-то, но и, опять же, мы берем классный тренер, они откуда берутся, кто воспитывает. И он рядом, вместе со спортсменом растет и тренер. Один тренер вырос, богатый опыт, второй тренер, и вот уже она образуется система. Расскажите, у нас сильный тренерский состав в регионе? По какому виду спорта? Давайте, а на каких весах мы его будем взвешивать? Ну, в целом, я думаю, да. И как бы и не очень самоладоваться. Давайте сами ответим на этот вопрос. Сколько человек готовится к Олимпиаде сейчас в Токио, в Ульяновской области? Можете ответить? Это вопрос кому-то. Так это на слуху должно быть, каждый спортсмен на слуху. Значит, я вам докладываю. Пока я думаю, что один. Возможно. Возможно. Почему возможно? Ну, потому что, если языком чиновников говорить, что сейчас у нас по Олимпиаде 2020, пока документа нет, вот такого, где написано. Говорите языком спортсмена. Говорю языком спортсмена. На ближайшую Олимпиаду в Пхенчанку у нас включен в состав сборной России один человек, Юра Шопин-Биатлон. А на Олимпиаду в 2020 пока есть только желание тренеров туда попасть. Ну, желание нельзя тормозить, надо просто... Конечно. Вот вам показать. Он печальный. Он реально печальный показатель. Опять же, если отталкиваться от того момента, что наши спортсмены, уезжая куда-то и попадая в неблагоприятную среду, если брать тот же самый велоспорт, когда... Ну, все знают, он более как индивидуальный вид кажется, но он командный вид. И когда тренер, главный тренер команды назначает лидера, можно назначить одного или другого. Да, он назначит своего, к которому ближе его документы, где он... Это мы не будем скрывать. Вот это да, на самом деле так. Где он сможет получить какие-то категории, какие-то надбавки. Наших спортсменов, когда они попадают в эту среду, да, их топят. И чтобы поработать на того лидера, деньги он получит. Но звания и медаль нет. Вы сейчас оголили очень проблемную историю. Что нужно сломать в этом механизме? Какие медики можно подтянуть? Вот я задам вопрос Павлу, например. Есть главный тренер сборной команды России, да. Основная цель, это не Олимпийские игры, это попадание в сборную команду России, в основной состав. Вот уже дальше там начинает запускаться механизм на уровне губернатора, который эту стратегию будет поддерживать и двигать. Вот можешь, например, к себе взять на работу главного тренера сборной команды России? По велоспорту? Да. По велоспорту нет, конечно. Нет, я вот могу. Ну, вы знаете, у вас такой регион, там пошел огород копать, копнулся, а нефть брызнуло. Зарплаты нет? Конечно, зарплаты. Штатной единицы нет? Не штатной. Штатную единицу мы найдем. Сум не хватает. Именно деньги какие будет получать человек? Да хоть какие он будет получать. Он будет помогать команде. Павел, ну, смотри, ну, как бы обсуждали мы с тобой вот это тоже, и с Олегом обсуждали, вот эту цепочку. Переход от Дзюш, училища Олимпийского резерва, и дальше идет... Сейчас уже спортивная школа СССР сейчас идет. Ну, сейчас Владимир Владимирович Путин, я думаю, поправит нас. Мы как-то приведем к какому-то гранателю. И дальше идет университет-институт. То есть, как бы у нас вот здесь вот идет небольшой провал. И вот на уровне уже перехода на студенческий уезжает, наверное, к вам, да? Нет, действительно, ребенок заканчивает спортивную школу, да? Ну, условно говоря, Дзюш. Винование знакомое каждому из нас. Что дальше? А он с потенциалом, он претендует на достижение. Вот в этом-то и проблема. Вот тут и провал у нас, да. Нет, если другие города, допустим... Нет, вы просто адресуете трезвую картину. Как это сейчас происходит у нас? Если вот у нас, например, Дима Мокров, получив образование, должен был вернуться в Ульяновск, ему предлагают, что мы можем предложить в наши Дзюш. Ничего, зарплаты нет, ставки спортсмен-инструктор нет. Он уезжает в Самару, где Самара предлагает ему 40 тысяч рублей. Конечно же, он будет заняться. Попадает Дима у нас в команду Катюша. Соответственно, зарплата уже в 4-5 раз становится выше. Домой он уже никогда не вернется. Дима у нас в УЛГУ получил образование. С этим дипломом он сейчас работает в Воронеже. Мы поправим эту ситуацию. Не скоро. Но если мы будем говорить, что это нерешимо, то надо тогда нам всем уходить с этой арены. Мы должны себе культивировать, пусть это детский, на юный спортивный максимализм. Вышел бороться, борис желанием победить. То есть, это иллюзия на сегодняшний день. Но скажите пошагово те этапы, которые может пройти спортсмен с потенциалом. Первое. Первое вообще. Мы говорим о массовом спорте в рамках государственного контроля. То есть, мы можем на вне бюджете, но официально, используя федеральный закон о безвозмездном использовании спортсменных ущетей, используя постановление 1096 от 27 октября 2016 года Медведева о организации работе некоммерческих организаций в рамках массового спорта, где опять же идет муниципальное задание и выделение отдельных финансовых средств. Мы запускаем проект. Он идет в рамках, конечно, государственного контроля. Мы охватываем детей с 5-6 лет, садикового возраста, и начальные школы. Это массовый спорт. Могут работать с командой, могут работать с бригадой, что вот мы и создаем в МАУ-Югре, бригадный метод работы. И мы из этих вот детей, охват там, скажем, 200-300 человек, я выбираю каждый год себе самых талантливых, 3-4 человека. На сегодня у меня отобрано около 40 человек детей. Вот как вы видели рекламу. Тренер, может, потренируемся? Вот сейчас им по 12 лет, они уже ростом с меня. Я уже говорю, ребята, нога 45 размер. То есть они все генетически одаренные, плюс специальные методики, там программы роста, знание всех процессов, начиная от уровня биохимии клетки, кончая всеми процессами психики и адаптации организма под воздействием специализированных нагрузок. Вот они занимались 7 лет и выходят на уровень. Первый этап вот как раз массовый спорт. Это можно даже и на вне бюджета, но в рамках государства. С поддержкой административного ресурса. Ресурса. Это работает у нас? Я не знаю. Работает? Ну скажите. Работает. Все, дальше. Я как директор школы скажу, да, это работает. Зарплата есть и... Скажем так, не очень масса. Не очень масса. А площадей хватает? Да площадей тут как раз не хватает. Вот этот момент, насколько я понимаю, его используют частники. Которые не имеют ни образования, ни олимпийской ориентации. Это отдельная проблема, да. И она этой проблемой прямо вот так вот раз накрывает вот эту массовку. И им в мышлении, если, например, вот он как человек, он понимает, он отец детей. У меня 6 детей. Я понимаю ответственность, да, за каждого ребенка, что с ним может произойти. И насколько это важно ребенку, родителям, его будущее. И когда я закладываю в голову, вот как книга, как вот одна из моих программ и проектов для родителей, чтобы мне объяснять, что такое спорт и как к этому подходить. Закладываю в голову, что нужно работать на результат в жизни, становиться президентом, в спорте олимпийским чемпионом, а в учебе академиком и стремиться к максимуму. И если есть генетика, предрасположенность спортивной деятельности в данном направлении, там циклические виды спорта, единоборство. То есть это генетически все-таки, честно, надо признать, что только из одаренных детей мы можем подготовить спортсменов высокого класса. Но если в голову им уже заложили на начальном этапе вот эти структуры, которые в рамках государственного контроля неизвестно что, проходит какое-то время, и нужно оценить возможность своего ребенка. Один говорит у Саньки моего, ходит два года, 26 раз подтягивается, а другие занимаются. Сколько раз подтягивается? Пришел там, занимается, он ни разу не может потянуться. Родители задумываются, а почему так произошло? Мы улыбаемся, мы понимаем, почему произошло. И никогда никого не будем критиковать. Вы знаете, я думаю, что все-таки мы живем в состоянии какой-то такой конкурентной среды. Сильный профессионал должен выжить, понимаете? Я бы вас перебили все дружненько, а ведь мы поднимаемся по лестнице. Да, вот мы говорим о первом этапе, где мы создаем базис. Этот базис за счет административного ресурса должен обеспечиваться для всех тренеров Ульяновской области. Он не должен идти там в одно направление. То есть СИД от Бога? Конечно. Это понятно, мы перешли потом от массового спорта. И вот здесь у нас не хватает спортивных сооружений специализированных. Это самое основное. Хотел бы заметить, когда ты сказал, что у нас это есть, но это есть в твоей школе на уровне города. А я же улыбался. А здесь у нас на уровне области. Нельзя так говорить о том, что у нас совсем ничего нет. Так нельзя говорить. Ну, согласен. Потому что и сколько открыли каких-то там спортивных сооружений, ездили, губернатор открывал. Очень приятно видеть то, чего там и никогда не было. Сейчас у детей есть какая-то доступность в районах, уже есть какие-то спортсооружения. Но специализированных, и говоря вот, например, о большом спорте, о спорте высших достижений, уже нет специализированных спортивных объектов, на которых можно проводить какие-то высококлассные мероприятия. Спортивные. Даже в рамках первенства Поволжья, допустим. Ну, предположим, министерство наше в будущем в новом формате. Мобилизуется, создаст эти условия. Дальше, следующий. Вот именно строительство. Пожалуйста, дойдите. Нет строительства спортсооружений. А следующий. Хороших бассейнов. Велотрек, допустим. Я давно говорю о том, что многофункциональное спортивное сооружение велотрек. Многофункциональное. Здесь ездят велосипедисты, на каком-то этапе бегают легкие атлеты. В середине или теннис, или волейбол, баскетбол. Под полотном трек. Комплексный трек. Единоборство. Пожалуйста, без проблем. Надо строить такие спортивные сооружения, где именно многофункциональности. Она и позволит развивать наши все олимпийские виды. И мы тогда увидим наверху... Вспомнилась у меня пословица, сейчас я вам ее расскажу. Наверху увидим, на самом деле, олимпионика. Все будем за него болеть. Как бы мы прошли массовку. Чем она интересна, массовка? То есть, здоровье – это самый актуальный вопрос на сегодня. Чем старше человек, тем более он это ценит. Основы здоровья и основы поведенческих рефлексов, связанные с закаливанием, обливанием, с питанием, с образом жизни, даже с общением в социуме – это является основным. Доброжелательность, оптимизм, позитив, чтобы человек был такой открытый, энергичный. И ему даст это возможность на много-много лет быть активным и быть востребованным. Вот он прошел, ребенок, первый этап. Вот генетически способных отобрали, запустили специализации. Остальные, они же могут заниматься, так скажем, на уровне массовых разрядов, как система профильного самоопределения. То есть, родители, если, ну даже если рассмотрит министр будущие такие вопросы, он может запустить отдельные проекты под этих людей. Потому что большинство детей, вот у нас в округе, 10% детей занимаются в спортивных секциях, а 90% нет. Вопрос, почему? А потому что они занимаются танцами, музыкой, математикой, английским. Это замечательно. Это им даст великое будущее. Но если мы еще под это великое будущее подберем спортивные упражнения, физическую нагрузку и подберем взаимодействие, например, вот что мы делаем, используя средства единоборства, то эти дети меняют свою психику. И их психика готова воспринимать английский, математику. Они становятся стремленными, трудолюбивыми, усидчивыми, волевыми, выдержанными. Что позволят родителям дать переоценку. Причем вот эти люди, которые заранее думают о своем ребенке и развивая его, они очень умные. Потому что умный человек, он живет в будущем. И он реализуется в своем ребенке. И чем человек умнее, тем у него больше возможностей. Он может за это и заплатить, если это стоит того. И это можно перейти полностью на внебюджетную отрасль. И охват будет совершенно другой. Если родитель способен заплатить, я прошу прощения. Есть ли будущее у потенциального олимпионника в Ульяновске? Если родители готовы... Как-то сразу в одну тарелку два вопроса. А я потому что... Готовы ли заплатить, если будущее? Нет, если есть возможность вкладываться в ребенка. Диана, извиняюсь, я вам скажу так. Значит, мой коллега, заслуженный тренер Александр Ильич Лашпанов, который уехал вместе со мной. И работаем мы вместе в одной команде. Он всегда говорит так. Надо всегда готовить спортсмена, чтобы его финансировало государство. Вот на этот уровень, на уровень сборной команды, всегда выход. И только тогда спортсмен поведется. На уровне... Продолжай. Но первые вклады родители все равно делают. Делают. Мы говорим... Ну, мы немножко и лукавили. Бесплатный спорт, бесплатный спорт, бесплатный спорт. Но если твой пацан тренируется один раз в неделю, то есть 6 тренировок, 18 рублей на маршрутке, туда 18, 36 на 6, бам-бам-бам. Сынок, ты мне в 2000 только на дорогу выходишь. У меня кимоно бойца стоит 12 тысяч, а ему год их 3 надо. Так у меня спорт бесплатный или нет? Это тоже очень все косвенно, понимаете? Я про фитнес не говорю. Там уже четко, сознательно люди идут спасать свои, так сказать, не очень стройные фигуры. И это нормально, то, что мы добились до того, что вы должны быть бодры и физически культурно. Это хорошо. Поэтому родители делают вклад, и они осознанно делают этот вклад в здоровье. А здоровье, да и прямая дорога к уму, к сердцу. И все такое. А что про олимпиоников? Конечно, у нас есть и желание, и есть перспектива. Их много не будет никогда. Их и не должно быть массово. Их не должно быть массово. Но эти диаманты у нас в Ульяновске есть. Я пока еще не знаю, пришел ли он в чью-то секцию, но я хочу думать, что их уже несколько, из которых можно. Как не упустить? А не упустить надо. Не пропоронить. Я скажу, как надо. Не надо разбазаривать свое внимание по всем. Не надо размазывать тонким слоем по тарелке. Потому что одним куском хлеба был один персонаж, который пытался всех накормить. Ну, говорят, это у него получилось. Иисус его звали, да? Я вспомнил японскую пословицу. Она такая, не пословица, это постулат великого Двигара Кано. Всеобщее благополучие, максимальный результат. Подумайте, какой смысл вложен. Всеобщее благополучие и максимальный результат. Вот что должно быть у тебя и двигать тобой. Значит, если ты живешь не в благополучии с окружающим миром, ты максимального результата не добьешься. Но если ты встал на какую-то дорогу, ты должен стремиться и добиться максимального результата. Какой второй этап, Евгений Васильевич? Спортивный резерв. Что это? Спортивный резерв – это целая система, которая связана с результатом. Как результат, как ценность. Результат, как итог. Результат, как система. И как процесс. Вот эти четыре сопоставляющих. Это где? Это под крышечек? Я не знаю, чего. Я говорю про наш, как мы в Ханты-Мансийске делаем. Вот как я это все внедряю. Как это переложить на нашу? В 14-м лет... Все прописано в программах детских спортивных школ. В 14-м лет, если ребенок попадает в состав сборной команды России, он становится на контракт. Это ценность региона и ценность страны. Для страны это ценность, потому что он член сборной команды России для региона. Но это уже будет определять регион. У нас, слава богу, здесь не все потеряно. У нас есть положительный момент. Это экспериментальная группа ЦСП. Это мы сейчас худо-либедно, но добились. И мы видим, внимание, со стороны губернатора, то, что эти ставки, пусть они не в очень большом количестве, но они выделены. И наши молодые ребята, они получают небольшие стипендии, которых им хватает и за дорогу заплатить, и иногда где-то подпитаться. Но еще не во всех видах спорта. Но не во всех, к сожалению, видах спорта. И это нормально, потому что в этой конкурентной борьбе мы должны показать более живучих, потому что я, как всегда говорю, все желания у нас делятся на два лагеря. Одни из жажды, а другие похачивания. Понимаете, вот мудрый руководитель должен определить похачивающих от жаждущих, увидеть, на кого сделают ставку и в какой вид спорта, куда направить деньги. И тогда вот эти ребята, члены экспериментальной группы, это как раз тот подход, когда чуть-чуть не хватает допрыгнуть до сборной. Причем... Да, вот чуть-чуть не хватает. Это была одна из моих идей. А сейчас она работает. Она сейчас работает. Я знаю, как я уехал, ее запустили. И слава богу, по стране это идет. И у нас работает. Вот 23 мая Владимир Владимирович сказал, что надо актуализировать ситуацию попадания в список базовых видов спорта. Почему? Потому что, ну, действительно, хотят все, все имеют право. Ну, разве кто-нибудь из вас, сидящих здесь, скажет плохо про какой-то вид спорта? Ну, давайте про лапту, скажем так. Ну, кто? Отличная забава. Да нет, ну, вы только забавляете потихоньку. Аликар, разрешите, я привожу вас. И задам такой вопрос. Наши чемпионы, Ульяновский, Рылов, Константин Захаревич, они мальчики из деревень. Я не ошибаюсь? Это очень интересная тема. Это вообще наше все сильное. Вот это Сергей как раз эту тему очень активно педалирует. И только все надо его понять и поддержать. И мы сейчас говорим о том, что каждый регион силен своими видами. Сергей, расскажите. И район должен быть силен тоже так же. Пусть Сергей лучше тоже. Я знаю, что вы не претендуете на спорт высоких достижений. Вы кайфуете от работы с детьми из деревеньев, с детьми из городских дворов. Что происходит? Как складывать это? Хотел бы сказать, действительно, проехав немало поселений, и я увидел, что дети действительно злые до спорта. Злые просто-напросто готовы в хорошем смысле играть, двигаться. И эту злость они выкидывают во время игр, во время движения. И реально, вот если в него вложить крупицу какую-нибудь в виде нормального тренера-наставника или энтузиаста, которые еще остались в деревнях, в поселениях, которых надо, в принципе, поддержать, дать ему возможность раскрыться этому энтузиасту. Как поддержать энтузиаста из деревни? Ведь в какой-то момент он ощущает потолок. Это так? Давайте начнем тогда сверху, пройдемся по этой теме. Я вот предлагаю, проанализировав это все, предлагаю пойти сверху. Правильно, что Министерство спорта России обозначило в регионах опорные виды спорта. И дает возможность этим регионам их развивать. И финансирует федеральный бюджет, еще, кстати, неплохо. Я предлагаю то же самое, в принципе, сделать в рамках нашей области. Муниципальное образование, скажем так, определяет, исходя из традиций, из истории своего муниципального образования, свои виды спорта, которые они будут поддерживать. Соответственно, и федерации в том числе, зная эту ситуацию в каждом муниципальном образовании, готовы, как бы, хотят поддержать. Но есть школы Олимпийского резерва, областные школы Олимпийского резерва, которые привязаны к определенному тому или тому виду спорта. Так вот, согласование с федерацией и утверждение Минспорта, допустим, чтобы не давать туда ставки в эти регионы с опорными видами спорта, в эти муниципальные образования. Та же самая система, как с федерального центра идет вниз к нам, то же самое можно и переложить у нас внутри области. Хорошая, нормальная тема, и не будет ни у кого голова кругом идти, и все будут знать, в этом муниципальном образовании этот вид спорта. Причем с учетом, это все делать, с учетом определения, ну, скажем так, принадлежности к национальным видам спорта, почему бы и национальное направление не поддерживать. Самое главное, чтобы они потом, эти ребята, отучившись здесь, оттренировавшись, получив образование, вернулись к себе туда на точку, вот и район, и начали селить вечное и доброе, продолжая спортивные традиции. И вот как раз вот на нашей вот это, вот отсев вот этот вот, просев талантливых детей, мы как раз вот здесь вот и найдем их, вот через такие системы. Но мы только сейчас начали эту тему развивать, что это действительно логично, есть глава района, он пытается тоже, значит, все-все-все развивать, развивать, но ему тоже надо сделать ставку на то, что у него сильно. И закон спорта, развивай сильную сторону. И если он так завяжет своих сильных спортсменов на спортивные областные школы, на техникум, то он себе облегчит судьбу. И его эти ребята, кстати, прославят еще больше. Пусть этот район гремит, футболисты, метод там, легкая атлета, метод там, штангисты. Чтобы понятнее было, вот я, например, своего любимого хоккей с мячом, как бы хотел бы сказать, допустим, Чердоклинский район, традиции, ну, хорошие традиции, хоккей с мячом в этом регионе, 5-6 поселений готовы играть в хоккей с мячом. У нас и так нет, так скажем, хороших областных соревнований, так скажем, среди детей по этому виду спорта. Ну, они как бы есть. А у нас же есть шикарная областная спортивная школа, она что-то выигрывает всероссийские соревнования. Что же они там с ними, не волнует поставочку дать? Я просто, это волнительный вопрос. У нас же в Волгах хоккей не волнует. Почему? Почему там есть? Она и школа, да, а Чердоклинский, ты говоришь, талантливые пацаны, там не раздействуют. Там есть база, там есть база, в Мирном находится. Там есть несколько поселений, Первомайская, Учхоз, где есть традиции этого хоккей с мячом. И там до сих пор они играют. Несколько человек, даже вот с Первомайского, по-моему, пара человек в сборной команде Ульянской области по возрасту уже ребят есть. Но, к сожалению, почему-то школа не помогает. Ну что, или они низкого уровня, что они не дотягивают до школы Олимпийского резерва. Олег Анатольевич, вот когда эти поселения будут в системе, вот, допустим, этого школы, тогда пройдет и обучение в том же специалистов. Чего не хватает для включения их в систему? Ну а там тренер-то есть же, да? Есть. Да жалко им просто такими вызовы. Там энтузиасты в большей степени есть. Вот в Первомайском, например, вокруг этого поселения, вокруг этой коробки движется вся жизнь. Вокруг этой хоккейной коробки движется вся жизнь. И дети, как бы, там все время. И взрослые там, все там. Ну почему бы не дать, не вызвать, не вызвать к системе. Да есть же орган, который направляет, чтобы собраться надо. Есть целевая аудитория, которая занимается, да? Есть группы, да, которые будут тарифицироваться. И провести аналитику. Сделать экспертное заключение. Какой специалист нужен, сколько детей будет охвачено, и что для этого надо. Там даже если хотя бы полставки или даже одна ставка человек бывает, от души и так работает, как тот же Гришин. Он же не специалист спорта. Он потом уже стал великим. Но сначала уже врачом... Человек почувствует доверие, и раскроется еще больше. Ну это значит, надо федерации немножко поактивнее как-то работать, мне кажется. К сожалению, этот вопрос поднимался, но не знаю, почему-то до сих пор висит. И как-то не... Ну в общем это, я думаю так, что все, что со мной плохого происходит, это я виноват. Я не достучался, я не донес своих каких-то мыслей. А что, куда постучать тем, которые ощущают, что чего-то не хватает? Это вопрос каратиста вы задаете, куда постучать? Мы-то начали разговор. Диана, у нас хорошая каламбурка. Как раз первая тема, которую мы обострили внимание, это общественный совет. И, к сожалению... Он открыт для... Вот общественный совет... Мы потом узнали, когда он создался, мы потом узнали, что он оказывается обдаю в состав. Меня из него вывели даже не в доме, на всякий случай. Поэтому... Общественный совет должен стать именно той площадкой, где это в том числе могло бы обсуждаться. Вот именно вот эти проблемы. Да. Итак, куда постучать каратисту тому, кто... Как продолжить вопрос? Я сейчас... Я не смогу повторить это. Первый за вами. Можно задам вопрос? Я знаю, что вы провели определенный анализ в цифрах, сопоставляя регионы Приволженского федерального округа между собой. Можете сказать, в чем мы проигрываем, а в чем наша сильная сторона? Ульяновская область. Да. Статистика очень, кстати, интересная. Я взял два направления. Это волжане и второе. Регионы России с населением, как в Ульяновске. Вот если говорить о российских регионах, то в десяти регионах, значит, пензики, там миллион триста шестьдесят населения, а Архангельск, по-моему, миллион сто шестьдесят. Ульяновск строго по серединочке находится. А по финансам, которые губерния выделяет, мы очень прилично выглядим, я вам должен сказать. Но круче нас это Пенза, Архангельск. Ой, боже мой, еще кто-то на полтора миллиарда. Ну, мы, в общем, занимаем третье и четвертое место по финансам. Но если мы к этим финансам начинаем в скобочках писать чемпионы Европы и мира Олимпийских игр, то по количеству олимпийских чемпионов у нас три, в Архангельске два, по медалистам Олимпиады у нас семь, у них одиннадцать. Печально. Это говорит только о том, что мы как-то нерационально потратили эти деньги. Это меня в этом говорит. У того сообщества, которое создано сейчас, в этот неспокойный очень период, за последние дни, есть понимание того, каким должно быть правильное распределение средств? Конечно. Да, уже неоднократно звучало. Мы уже даже не знаем, как уже об этом говорить. Мы уже и применяли мудрые слова правила Парета. И 80 на 20, и фестиваль. Вот фестивалями должен заниматься Олимпийский совет, потому что уставная задача Олимпийского совета – это пропаганда. А пропаганда – это как раз шарики, фонарики, веселые лозунги, да? А министерство должно заниматься конкретной, рутинной работой. Какие шаги нужно сделать, чтобы министерство жило внутрисистемной, а не пиар-жизной? Ну, там просто лидер должен из наших быть, который с мальчиков возраста должен помнить, что такое пот струящийся по спине. Он должен вспомнить себя в 18 лет, когда он домой приходил, и у него ноги с судорогой сводила, потому что его тренер гонял. Он должен вспомнить, что в 22 года его гоняли так, что он делал вот так вот. Вы хотите стать министром спорта? Пока не готов. Вы подадите документы? Ну, как вы меня провоцируете? Нет, я не подам документы, потому что не все меня вот такого воспринимают. И лучше людям от этого не будет. Вам предлагают подать документы? Да, мне предлагают подать документы. Но я пока не готов. Пока я пококетничаю. Вот позовете меня, я шучу, конечно. Я хочу быть полезным. И я понимаю, что я очень такой человек, меня половина ненавидит, половина очень там любит. Мне это достаточно. Но я не хочу навредить. Если я своими движениями, своими словами кому-то могу там навредить, то я этого не хочу делать. А вот лично вы не будете раздосадованы, если не окажетесь в этом кресле в ближайшем будущем? Да я и не собираюсь туда в это кресло. Ну что ж, мы вплотную приблизились к персоне будущего министра. И мне бы хотелось, чтобы по кругу каждый из вас озвучил те критерии, которые должны соответствовать нашему будущему министру спорта. Давайте начнем с вас, Павел Ильич. Ну да, но скорее всего хотелось бы, чтобы этот человек был, уже затронули эту тему, чтобы он был из наших. И зная вот эту всю, так сказать, спортивную подноготную, он смог правильно, во-первых, перераспределить те ресурсы, те финансы, которые будет владеть министерство. Все те спортивные сооружения, чтобы они были именно наполнены, наполнены спортивными, соревновательными, всякими такими, именно нашими, ну, не людьми, а вот именно мероприятиями. Те мероприятия, которые должны были проходить не просто какие-то, ну, для, как говорили уже Наталья Анатольевич, шарики-фонарики проводили там на данном стадионе или там в каком-то спортивном сооружении, а именно спортивные составляющие. Евгений говорил о том, что, да, каждый стадион, каждый, надо обратить на это внимание, что должны стадионы иметь сертификацию. Критерий будущего министра. Качество. Это должно быть, у нас это упущено, у нас не на всех стадионах можно проводить соревнования. Сейчас у министра вопрос. Вот именно, что упущение есть, потому что у нас нет такого, вот именно министр, он должен знать об этом, где, какие соревнования должны проходить. И затаскивать их сюда, и именно коммуникабельность, и видеть, и слышать людей тоже, это уже для меня сказано, да. Очень чувствуется, что тема для вас болезненная, спасибо за ваше мнение, Олег Анатольевич. Да он же все и сказал, первое, правильно, это должен быть наш человек. То есть спортсмен. Однозначно из спортивных кругов, из спортивных кругов. Это ненормально, когда дорогу кладет преподаватель физики, да, а физкультуру ведет там дорожник. Это неправильно. Нас учили в институтах физической культуры. Это должен быть человек с нашим профильным профессиональным образованием. Он должен быть узнаваем, уважаем, креативен, эмоционален в меру, и он должен уметь донести чаяние низов до ушей верхов. Если он заиграется с нами, он получит непонимание губернатора. Если он приблизится очень близко к губернатору, он от нас оторвется. Поэтому я желаю этому человеку выбирать правильную, хитрую позицию между молотом и наковальней. И тогда мы обретем состояние команды. Но самое главное, он эту команду должен видеть, он должен ее в голове составить, собрать и, ну, заставить работать трудно, нас лучше уговорить. Но правильно направить, чтобы мы почувствовали, что мы команда. И если в этой команде мои идеи будут не одобрены, я не буду считать себя лузером, проигравшим. Просто скажу, да, задача команды важнее, я согласен, потому что я член этой команды. Мы не чувствуем себя членами команды и молимся, чтобы такой коммуникативный у нас деятель появился. И надеемся, что губернатор примет правильное, мудрое решение. Так. Спасибо, Олег Анатольевич. Игорь Негода. Ну, один очень момент, Олег отметил, важный. Когда сказал, что вот такой он должен быть хитрый, давать оценку, слово хитрость подразумевает выгоду для себя. Мудрую оценку он должен давать. Согласен, да. Ну, я как бы так вообще подхожу к любому событию, к любой оценке, да. Первое. Это его интеллект. Интеллект специалиста. Умение анализировать, умение обобщать, иметь хорошую память, помнить, кто, что, откуда и где. Вот. Умение учиться, умение воспринимать. Второй момент – это его эмоциональная сторона. Он будет выполнять региональные, государственные задачи. Это его реакция на возможные неудачи. Это реакция на тех людей, с которыми он будет взаимодействовать. 50% любит, 50% не видит, да. Ничего страшного, это нормально. У них тоже уже продолжается жизнь, это нормально. Реакция на успех, реакция на события. То есть он должен быть готовым к этому, он должен их правильно анализировать и понимать, как законы и закономерности, которые происходят в социуме. Это как в акваре. Плавают рыбы, на них смотрят страны, кинул им корм, они подплыли, уплыли, там хлопнул. Она испугалась. То есть эти события как бы закономерны. Это его эмоциональная сторона. Это его моральные качества. Он взаимодействует с социумом, в коллективе. В любом случае он должен понимать людей, уважать людей и ставить в приоритет свои задачи выполнения. А не устраивать какие-то там личные отношения и показывать, что он руководитель. Потому что я с такими руководителями уже насталкивался. Которые и так руководители. Да они еще показывают, что они руководители. Когда человек грамотный и организует команду, вокруг него создается громадное количество людей. И они работают вместе. Они говорят, мы, мы команда. Это мы. А когда он, я тут такой, я вот вам сейчас покажу. И вот он начинает показывать. Да никто не сомневается в этом. Это часто. В первую концовку он один же останется. Ну, возможно, он один там останется. Придет логический конец, когда спросят его конкретные результаты и решения. Третий момент. Это его волевые качества. Вот, то есть, побежали люди. Вот участвуют забеги, скажем, спортсмены. Мы, тренеры, стоим, свистнули. Побежали. Бегут человек тысячу метров. Один быстрее, другой медленнее. Давай, потерпи. Он раз ускорился и выиграл. Все это на виду и все это открыто. За ними стоят тренеры. Тренеры друг друга знают. Этот работает столько-то. Этот хитрит, там подкарливает. Этот имеет возможность вывести на сборы. И за счет этого этот тренер, значит, сумел спортсмену дать больше потенциала. Вот то же самое, вот это и руководители. Вот так же они должны стоять на старте. И вот так же должны бежать. И вот так же должны быть видны. А у нас, к сожалению, Учитель одного учит совершенно учит другому. Ну и отношение, конечно, к своей деятельности, к своей работе. Это профессионализм. Это целеустремленность. Человек должен знать, как это делается. Хотеть. Ему остается чуть-чуть смочь. Сумеет. Если будет команда. Спасибо, Евгений Васильевич. Сергей Геннадьевич. Ну, я так думаю, что еще и должен быть человек. В принципе, после вас уже говорить-то не о чем. Но хотелось вот еще такое вот качество. Уметь держать удар. И уметь защищать то направление, ту деятельность. И не давать возможность, скажем, ее принижать. Ну, скажу так, что этот человек должен быть действительно боец. Ведь будет много там, скажем так, на высшем уровне. Говорится о том, чтобы это вот неправильно делать. Может быть, сделаем вот так. Навязывать что-то свое. Нет. Есть система. Есть у нас точка опоры. Есть у нас спортивное сообщество, которое, как бы, ну, человек слушает и его защищает. Вот так вот. Вы знаете, если можно, по второму кругу, да? А то смотрите. Совершенно это все правильно. Но вот мы не сказали про ответственность. Вот безответственность убивает все. Безнаказанность убивает все. А как ответить? Чем ответить? Вы знаете, мальчишками были. Чем ответишь ты? А, тебе нечего, на тебе пиявку, да? Вот. Ответственность это самое ключевое слово. Сказал – сделай. Обещал – выполни. Потому что нет более гадкого, наверное, ситуации, когда мужчина сказал – не сделай. Вот я прям буду молиться, чтобы наш новый руководитель вот этому, конечно, соответствовал. Сказал – дам. Давай. А если не получается, иди, извиняйся, находи слова. Ну, как только начальник сказал – я решу – и ушел. У вас к нему уважения нет. И только один способ исправить ситуацию. Простите, пожалуйста. Я делал все возможное, но обстоятельства были выше меня. Чтобы человек был ответственным. Я все сказал. Спасибо вам, уважаемые спортсмены, авторитетнейшие тренеры. За те рекомендации, которые вы озвучили в адрес будущего министра спорта. Будьте уверены, он их обязательно услышит. Хочется надеяться, что наша встреча прошла не зря. Евгений Васильевич, вам спасибо огромное за книгу «Как воспитать чемпиона». А у нее есть чемпиона, кстати. Она обещала. Увидимся на управы.ру.